Здравствуйте, меня зовут Елена и я тренер Универсал. В этой сфере деятельности я уже более 10 лет. Изначально мое образование педагог по физической культуре и очень давно в свою сферу деятельности я хотела ввести детские тренировки. Ну и сегодня мы говорим с вами о детской аэро-йоге. А сегодня мы поговорим о новом направлении, которое мы запустили в фитнес-клубе Голджим. Екатерина, мамочка из одного моего подопечного Настя, сегодня задаст мне несколько вопросов, которые интересуют чаще всего родителей. Лена, ну мой самый главный первый вопрос, что такое аэро-йога, основные особенности для детей, в чем отличие может быть от взрослой аэро-йоги, потому что это направление очень меня интересует для баланса, для уравновешенности для моего ребенка. Ну аэро-йога детская, это элемент, это практика классической аэро-йоги, которая находится на расстоянии от одного метра от земли, и естественно благодаря использованию гамаков. На что направлена эта тренировка? На восстановление мышечного корсета, на вытяжение, очень мягкое и осторожное позвонка у вашего ребенка. А вот насколько это безопасно? Я прошла обучение успешно, сдала экзамены успешно, и поэтому вы можете не сомневаться, отдавая своих детей в мои руки. Возраст? Моей дочери почти 9, но эти тренировки от скольки лет и до скольки? У меня несколько групповых категорий, 4-7 лет, но эта группа еще не включена в работу. Следующая группа 8-11 лет, ваша дочь входит в эту группу. И еще одна группа, которую я запускаю со следующей недели, 11 и 15 лет. То есть можно назвать друзей? Да, да, да. И 11-15 лет. Это будет замечательно. Хорошо. Настя, захвати гамак, переведи его вниз и переведи гамак под лопатки, помнишь, да? Хорошо, шагаем с тобой назад и ложимся на гамак. И теперь мы чувствуем, как гамак начинает растягивать наш позвонок. А теперь скользим по лентам гамака. Вдох. И одеваем лопатки на гамак. Одень. Прям надави на гамачок. Прогни, посмотри. Посмотри наверх потолок. Да, умеет. Здесь мы растягиваем грудной отдел позвоночника. Очень важное упражнение. Варьировать это упражнение можно по-разному. Настя, теперь высоко-высоко. Захвати ленты гамака и ножки сделай широко-широко. Хорошо. Потянись вперед, вдох. И выдох назад на пяточки. И на носочки. И на пятки. Сделай глубокий вдох. Сложи ладони в намасте и переведи их перед грудью. И обязательно на тренировке мы учим детей дышать. Всю тренировку мы дышим. В начале тренировки обязательно очень интересные процессы с очищением носа. И ваш ребенок останется точно доволен. Катерина, скажите, почему вы решили привести ребенка на данный вид занятий? Лена, потому что, во-первых, тренер ты. Я в тебе уверена на 100%. Потому что я сама занимаюсь аэро-йогой, только уже взрослая. Соответственно, я знаю, какой результат, что приносит аэро-йога. Именно поэтому я привела Настю. Но Настя сама изъявила желание. Это немаловажно. Какие ощущения у вашего ребенка после моих занятий? Что больше всего ей нравится в моих занятиях? Больше всего нравится качаться. Больше всего нравится... Сложно пошла поза, да, вис под пахи. Но, тем не менее, она зашла. И вот это ощущение полета, вот это ощущение позвоночника, вот оно, конечно же, очень кайфовое, очень драйвовое. Но внутри идет полный баланс, умиротворение и гармония. То есть вот это то, что мне было необходимо увидеть в своем ребенке. Еще, Катерина, хотела спросить, так первые шаги уже начаты? После тренировок она садится в машину, и она спокойна. Причем это не показное внешнее спокойствие, а оно внутреннее. Оно идет вот прямо изнутри. Я всем рекомендую родителям привезти, хотя бы попробовать данную тренировку аэро-йогу для своих детей. Потому что результаты, конечно, они впечатляющие. Я очень рекомендую Лену и рекомендую эти тренировки. Родители, приходите обязательно. Очень круто.